В Самаре проходит первый муниципальный форум экспортеров города. На одной площадке собрались малые и крупные предприниматели, которые поставляют свою продукцию в другие страны, эксперты отрасли, представители профильных ведомств. Участники будут обсуждать последние тенденции и новшества, правовые аспекты и перспективные направления. Бизнесмены смогут поделиться своими наработками и перенять опыт коллег на профильных дискуссиях. Поприветствовал собравшихся и временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Он отметил, что форум – это отличная возможность для роста и укрепления самарского бизнеса. Также он вручил награды наиболее успешным городским компаниям, которые занимаются экспортом своей продукции. В Самаре ремонтируют самый крупный в городе главный безымянский коллектор протяженностью 38 километров. Обновление улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах. Все работы должны проходить при строгом соблюдении графика. Каждый этап ресурсоснабжающая компания согласует с городом, природоохранной прокуратурой и профильным региональным министерством. По предварительной информации, жители Красноглинского и Кировского районов не испытывают неудобств, перекрытие не планируется. Подчеркнул исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Кроме того, по поручению Ивана Носкова, в городе создали штаб для координации замены коллектора. Отметим, что канализационную магистраль Самары обновляют поэтапно с 2022 года. За это время новые трубы уложили на участках по проспекту Юных пионеров улица Реактивная под Южным шоссе на двух участках улицы Ставропольской. На паромной переправе между Самарой и Рождествено пустят дополнительные рейсы 27 и 28 ноября. В среду 27 ноября судно отправится из Рождествено в Самару в 17.00, а в четверг 28 ноября из Самары в Рождествено в 11 утра. Напомним, что сейчас речной транспорт ходит ежедневно от октябрьского спуска с 8 утра до 4 вечера, а из Рождествено с 6 утра до 2 часов дня. В Самаре задержали четверых местных жителей. Их подозревает в похищении 36-летней женщины из подъезда жилого дома. По версии следствия, 22 ноября подозреваемые действовали в сговоре и угрожали пострадавшей ножом. Причиной похищения стал ранее возникший конфликт. Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов женщину освободили в тот же день. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Информация для водителей большегрузного транспорта. В связи с проведением дорожных работ, а также неудовлетворительным состоянием дорожного полотна на участке федеральной автомобильной дороги М5 Урал в районе Тольятти и Жигулевска рекомендуется выбирать альтернативные пути объезда. При движении через реку Волгу по направлению Москва, Арзамас, Саранск, Пенса, Казахстан можно ехать по автомобильной дороге обход Тольятти, платный участок, или через президентский мост в Ульяновске бесплатно и Димитровград через пристанский мост в Саратове бесплатно. Альтернатива при движении через Волгу по направлению Воронеж, Ростов-на-Дону, Астрахань, Уфа, Екатеринбург можно ехать также по автомобильной дороге обход Тольятти платный участок, либо через Пристонский мост в Саратове бесплатно. Самарские специалисты создали систему, которая помогает диагностировать и лечить нарушения равновесия, восстанавливать двигательные функции и координацию после травм, операций и болезней. Разработка представляет собой платформу с датчиками давления. Пациент становится на нее, а датчики фиксируют его движение и передают данные на монитор. Благодаря этому врачи могут точно оценить состояние пациента. Этот способ подходит для использования в реабилитационных центрах, клиниках и других медицинских учреждениях. Он особенно полезен для людей, перенесших операции на суставах, а также для пациентов с неврологическими заболеваниями, проблемами в области ортопедии и спортивной медицины.